В Минске выясняют подробности страшной аварии. Рано утром на пересечении проспекта независимости Сурганова столкнулась машина скорой помощи и автобус Минского хоккейного клуба «Юность». Пострадавшие находятся в больнице скорой помощи. Одного из них оперируют до сих пор. Вся самая последняя информация в репортаже Владимира Королёва. С самого утра тысячи минчан наблюдали многокилометровую пробку на главном проспекте столицы. Авария произошла в 5.40 утра в нескольких метрах от Академии наук. ДТП вызвало дорожный коллапс и на близлежащих улицах автомобиль скорой помощи ехал на вызов с включенной сиреной и работающими маячками. Проезжая перекресток проспекта независимости и улицы Сурганова на красный сигнал светофора, в скорую «Мерседес-спринтер» врезался автобус МАЗ хоккейной команды «Юность». В результате ДТП были причинены повреждения автомобилям медицинской скорой помощи, водителям медицинской скорой помощи, а также двум пассажирам. К счастью, в автобусе пассажиров не было. Водитель МАЗа не пострадал, а вот экипаж скорой помощи был госпитализирован. Это 36-летний водитель и два фельдшера. Женщина 39 лет и девушка 22 лет. Сегодня около 6 часов утра было доставлено трое пострадавших с автоаварии. Пострадала машина скорой помощи. Это водитель и два фельдшера. Состояние их тяжелое. Они сейчас находятся двое уже в реанимационном отделении после операции. Одна операция сейчас продолжается. Как я уже сказал, травмы у пострадавших тяжелые. Это травмы внутренних органов, травмы костей, черепно-мозговые травмы. Делается все возможное для спасения их жизни. Сейчас все трое пострадавших находятся в больнице скорой медицинской помощи. Состояние их тяжелое. Мы следим за развитием событий. Владимир Королев и Олег Соркин. Агентство Тельновостей.